Истец Виктор Трунов подаёт иск о разделе совместно нажитого супружеского имущества. Ответчик Светлана Трунова с иском не согласна. Считает, что истец уже получил всё, что ему причиталось. Ваша честь, полгода назад я развёлся со своей супругой Светланой Васильевной Труновой. Вот есть свидетельство о расторжении брака, пожалуйста. Теперь я хочу поделить совместно нажитое имущество поровну. За годы совместной жизни много чего было нажито, конечно, но в основном это бытовая техника. У меня вот есть список, хотите, могу зачитать. Я не очень хочу, но зачитывайте. Да. Значит так, домашний кинотеатр 28 тысяч рублей, стиральная машина 14 тысяч рублей, музыкальный центр 6 тысяч рублей, микроволновая печь 6 тысяч рублей, посудомоечная машина 13 тысяч рублей, холодильник 35 тысяч рублей, кофемашина 28 тысяч рублей, телевизор 37 тысяч рублей, морозильник 9 тысяч рублей, кондиционер 34 тысячи рублей, всего на сумму 210 тысяч рублей. Таким образом я хочу получить половину от этой суммы на 105 тысяч рублей бытовой технике. А на 105 тысяч рублей? На 105 тысяч рублей, да. Тоже есть списочек, могу зачитать. Истец, скажите, пожалуйста, а вот эту стоимость, которую вы приводите, вы взяли эту стоимость из чеков? Да, чеки. А скажите, пожалуйста, истец, ну, там домашний кинотеатр, стиральная машина, вы же не два месяца тому назад их купили. Ну, а не какая-то амортизация существует, согласитесь со мной? Может быть, да. У кого-то меньше, да, там, какая-то, ну, там, например, кондиционер у него, там, такой-то срок амортизации, он побольше, там, у стиральной машинки еще такой-то. Ну, вот просто мне нужно понять, как вы хотите разделить? Вы хотите попредметно разделить? Он по-хамски, если говоря, хочет разделить. Подождите, 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 отвечу. Так, будьте добры, пожалуйста, мне свидетельство о расторжении брака через судебного пристава. Значит, только это вы делите. Что вы хотите оставить себе в этом случае? Скажите мне. Хочу оставить себе домашний кинотеатр 28 тысяч рублей, микроволновая печь 6 тысяч рублей, холодильник 35 тысяч рублей и телевизор 37 тысяч рублей. И всего на сумму? 105 тысяч рублей. 105 тысяч рублей, да? Остальное вы оставляете супруге. То есть у нас это будет с вами стиральная машина, правильно, да, 14 тысяч рублей. Посудомоечная машина 13 тысяч рублей. Это будет кофемашина 28 тысяч рублей, правильно? Да. Так, морозильник 9 тысяч рублей и кондиционер 34 тысячи, правильно? Да. Я вас поняла. Понятно? Так, у вас есть. У вас все? Все. Пожалуйста, ответчик. Я, конечно, категорически не согласна вообще с заявленными требованиями здесь моего мужа. Я, можно сказать, просто шокирована этим, этой наглостью, этим хамством, с которым он сюда вообще пришел, обнаглел совсем. Дело в том, что мы развелись, в принципе, по обоюдному согласию. Да. Ну, тяжело было нам вместе жить, но у нас есть сын. Нас сразу не развели. Сказали, значит, мы вам дадим три месяца подумать. Думали мы, значит, он думал, куда ты там уехал эти три месяца. Куда я уехал? Ну, вот, я, значит, с ребенком, естественно, вот, в течение этих трех месяцев я его вообще не видела и не слышала. Мы, выйдя из зала суда, с ним договорились. Он говорит, я не буду предъявлять никаких имущественных прав на совместно наше имущество, вообще не буду. Но мне нужны деньги. Я хочу уехать в другой город, начать новую жизнь, и мне нужны деньги. Я думала, ну, где мне их найти? Нас собирала с большим трудом, должна сказать, 93 тысячи. Отдала ему и сказала, вот тебе 93 тысячи. Это отступные? Он сказал, да. Я говорю, напиши мне расписку. И он написал, вы знаете, расписку, но мы так долго это бурно обсуждали, а расписка оказалась очень коротенькой. Я могу зачитать его расписку. Я, Трунов Виктор Алексеевич, взял у Труновой Светланы Васильевны 93 тысячи рублей. Да, но в этой расписке, ведь, ваша честь... Я взяла счастлива была, что он мне хотя бы ее дал, что я могу, если что, но я не думала, что он придет сюда в суд. Мало того, что он 93 тысячи получил, так он еще просит какое-то имущество. Подождите, подождите, я отвечу. Коистец, а вы знаете, что такое в расписке написано слово «взял»? Взял 93 тысячи рублей. Точка. Дочка. А скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, суды ведь принимают расписки, собственно, ручные? Да. Принимают, да? Почему? Потому что суды их принимают и выносят решение о том, что представленная расписка соответствует договору займа, совершенному в простой письменной форме. Потому что у нас для договора займа денежных средств не требуется нотариальное заверение. Нет, для подстраховки, когда речь, естественно, идет, например, о крупной сумме денег, либо к договору займа прилагается залог. Да, лучше, лучше, это не обязательно, но лучше пойти к нотариусу. А суммы, определенные на неком бытовом уровне, которые существуют, у нас договор займа требует простой письменной формы. То есть нотариус здесь не требуется. И поэтому, раз это простая письменная форма, то это означает, что нет как бы установленной формы самого договора. И поэтому люди в расписках иногда такие вещи пишут. Ну, там, каждому как ему хочется подстраховаться. Но в данной ситуации слово «взял» означает «взаймы». Ну, в этой расписке же нет ни слова о том, что я должен вернуть эти деньги. Нет, не так. Отвечек, подождите, возмущаться. У нас закон давным-давно решил этот вопрос. Решил. Взял. Это значит «взаймы». Дальше у нас закон устанавливает, что стороны могут договориться о периоде возврата указанной денежной суммы. Это означает, что мы можем с вами в расписке написать, что я взял, как правило, добавляя слово «взаймы», ну, условно, да, я там взял взаймы такую-то денежную сумму, обязую свернуть к такому-то числу. Если закон дальше устанавливает, что если стороны при заключении договора займа в простой письменной форме не установили конкретного срока возврата, это означает, что взаимодавец, да, обязан вернуть заемщику, увы, взаимодавец. Ответчик-заемщик обязан вернуть по первому ее требованию. Да дело в том, что я-то был тогда еще мужем ее, понимаете, когда подписывал эту расписку. Мы не ввели совместного хозяйства. Как мы не ввели совместного хозяйства? Нет, нет, что ты врешь? Все эти деньги, 93 тысячи? Ты уехал, у тебя нет. Истец, истец. Вот смотрите, у вас есть право выбора. Если ответчик мыслит это, а она вправе сейчас это сделать, мыслит как некие долговые обязательства, да? Да, да. Вот вы сейчас расстаетесь, потом ответчик говорит, я в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации требуя немедленного возврата указанной суммы. Если вы его не возвращаете, ответчик идет в суд, получает решение суда о возврате 93 тысячи рублей. Истец, истец. Либо, либо вы, как истец и ответчик, сейчас можете прийти к мировому соглашению о том, что между вами ранее произошел фактически раздел супружеского имущества. Но это не было разделом. Не было разделом. Ты сейчас хочешь все эти тарелки, ножки получить, да? Да, я хочу, конечно. А как еще? А как? Грубо говоря. То есть тебе морозильная камера нужна? Мне нужна морозильная камера. Ищай туда и сиди и морозь свою голову. Ответчик. Иди на тебе в голову. Мне, пожалуйста, расписочку. Да, пожалуйста. Можешь чистить. Все эти деньги? Он хочет все вместе. И имущество ему, значит, и деньги, и все ему. Фиолетовое платье только мне. Ну я же потратил деньги не на себя, понимаешь? Я буду посыпать меня до вечера в это платье. На ребенка, на тебя, на семью, на нас. Но уже все изношенное. Истец, истец. Суд удаляет для принятия решения. Вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСЦА, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев представленные документы и доказательства в иске о разделе супружеского имущества, считает необходимым отказать. Суд отказывает от удовлетворения иска о разделе супружеского имущества, потому что, исследовав все обстоятельства по делу, суд пришел к выводу, что между ИСЦом и ответчицей уже состоялся раздел супружеского имущества. Это подтверждается представленной суду распиской ИСЦА о получении им от ответчицы денежной суммы в размере практически равном половине стоимости супружеского имущества по тому принципу, который определил сам истец. Данная расписка была написана в тот период, когда семья уже фактически распалась, хотя еще брак был не был официально расторгнут. Однако стороны не отрицают того обстоятельства, что в этот период времени они совместно не проживали, не вели общего хозяйства, и дело о расторжении брака находилось в суде. Это позволяет суду считать доказанным утверждение ответчицы, что указанные в расписке денежные средства передавались ИСЦу в качестве компенсации за его долю в супружеском имуществе. Поэтому суд пришел к выводу, что раздел супружеского имущества уже состоялся, поэтому оснований для удовлетворения заявных, исковых требований нет. Честно говоря, суд мог вынести другое решение. Согласиться с предлагаемым вами разделом, разделить это имущество, ответчица получает решение этого суда, дальше опять идет в суд, опять пишет исковое заявление об истребовании у вас 93 тысяч. Поэтому для того, чтобы вам сократить время пребывания в судах и упростить решение этой задачки, суд вынес это решение такое же законное и обоснованное. Поэтому суд считает, что между вами состоялся уже раздел супружеского имущества. Тем более, истец, вы определили саму стоимостную характеристику вашей доли в 105 тысяч, ответчик предоставил вам 93 тысячи рублей. Суд считает, что примерно эти суммы эквивалентно равны, поэтому оснований для довзыскания со стороны ответчика, разницы между суммами суд также не находит. Истец, ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Деньги нажито совместно, имущество нажито совместно. Все поровну, все правильно. Я шокирована тем, каким подонком оказался мой муж. Взял деньги, а теперь еще имущество ему подавай. Дождались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова